Злобонное море прямо посередине двора. Жители села Старица тонут в канализационных отходах. От этого страдает около десятка многоквартирных домов. Люди обращались во все инстанции, но нечистоты как текли во двор, так и текут. О отчаявшихся людях и о безразличных чиновниках расскажем в рубрике «Срок ответа сегодня». Вот я открываю. У нас колодцы не чистят. Вся вода идет под дом. Вот по всему дому. Вонь от канализационных отходов распространяется по всей квартире. На кухне жители не едят. Аппетит портится мгновенно. Через трубы этой квартиры канализационные отходы со всего дома сливаются в колодец во дворе. Теперь колодцем служит весь двор. Такой зловонный запах. И вот я так думаю, что весной, летом, это же запросто может быть инфекционное заболевание. Это же совершенно невозможно, чтобы фекалии вытекали посредине двора. Жители боятся, что старый дом просто рухнет. Отходы текут прямо под фундамент. Люди уверяют, что это не единичный случай. Такую отвратительную картину можно наблюдать возле каждой двухэтажки. И терпеть это приходится почти два года. Больше всего боятся за детей. Маленькие сорванцы вполне могут упасть в зловонную лужу. Это хоть и не смертельно, но, мягко говоря, приятного мало. Ни председателю мы не нужны, если советует. Приедет, на камеру заведет. Все, пишите письмо. В прокуратуру писали письмо. Отвез только нет. Теперь будем писать в прокуратуру по экологии. Может быть, все нам что-то помогут. Раньше на окраине села был овраг, и все отходы сливались туда. Жителей это устраивало, ведь внутри поселка не было зловонных луж, как сейчас. Многоквартирные дома находятся на балансе второй психиатрической больницы. Ее сотрудники закопали сточный овраг и соединили канализации села и медицинского учреждения. Главный врач заверил, что о проблеме слышат впервые. И только после осмотра территории бедствия прокомментировал ситуацию. Конвенционно-насосные станции были рассчитаны только на то, чтобы осуществлять прием сточных вод у двухэтажных домов. На сегодняшний день мы имеем множество незаконных врезок. Главный врач ситуацию пообещал взять под личный контроль. Сегодня, к слову, был тот случай, когда обе стороны действовали сообща. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова